Практическая психология Мы проживаем этот период, и у вас, наверное, он тоже был, да, Валя? Он был, и он есть. И он даже есть, да? В какой-то мере. Вот так мы привыкли, что видеть, как родители стареют, понемногу принимать на себя ответственность за их повседневную жизнь, надо научиться уважать их границы, приходится выражать свою любовь через ежедневную заботу. Поэтому кто-то к этому периоду постепенно подходит и готовится, а для кого-то это оказывается прямо-таки реальной трагедией жизни, и он не знает, как вообще с этим совсем жить. Рано или поздно этот период наступает. Как мы можем подготовиться к нему? Удивительно. Я много сейчас думала на эту тему. Правда, как-то заметила, что у меня практически почти с таким запросом не было клиентов, чему я удивилась. И я могу сейчас, наверное, говорить в большей степени об опыте собственном и об опыте моих близких и знакомых, которые проживали этот период. И я совершенно случайно, вернее, не случайно, я вчера позвонила сестре, поговорила с ней тоже на эту тему. Я поговорила со своей подругой. В общем, подняла этот вопрос. И самое интересное, что я вспомнила из детства период, когда взрослые женщины, вот уже за 60, они как бы между делом нам, детям, говорили, ну, рано или поздно, вот и бабушка там тоже, вот бабушкины подруги говорили, что мы уйдём. И эти вопросы как-то поднимали на самом деле. И тогда, похоже, вот передавалось из поколения в поколение какое-то знание. Так как мы сейчас... Я вдруг поняла, что со своими детьми я на эту тему вообще не говорю. То есть, смотрите, получается, что с вами как-то между делом, где-то там в эфире, в этом шумовом, да? То есть, тогда вот это было как-то... Это было как культура. Ну да, это было обыденной жизнью, что вот... Я даже объяснить ему, потому что этих людей давно в живых нет. Потому что я уже сама вот вышла на передовую. Мама у меня ушла больше 10 лет назад, когда я поняла, что всё, следующее, вот это я. Папа, слава богу, жив. И дело в том, что мы вчера даже с сестрой вспоминали, и я вспомнила эпизод, когда... Я очень давно не живу с родительской семьёй, я в молодости уехала сразу, и поэтому только приезжала. И когда в очередной раз приехала, мама начала этот разговор. Что вот я тут на смерть приготовила, вот уже, хотя она для нас она оказалась ещё очень молодой, и вот она вот так. И я помню, как я её оборвала, я говорю, ой, мам, нашла отчим! Да. И всё. Но так случилось, что... Вот вчера, когда с сестрой разговаривала, мама доживала с сестрой, и они уже обсуждали это довольно спокойно. Я просто об этом не знала, как оказалось. Но у меня есть здешний опыт проживания. Я жила... Ну, не в одной квартире со свекровью, ну, здесь мы жили со свекровью и со свекром. Они уходили при мне. И ты их сопровождала, да? И я их провожала, да. И вот это вот последнее время... Я помню, что был период, когда сначала ушёл свёкор, через три года свекровь. Но она осталась когда одна. Сначала она довольно так независимо себя чувствовала. Я её уговорила, говорю, давай жить вместе с нами, тем более условия позволяли, у нас достаточно большая квартира. Она очень долго сопротивлялась. И она соглашаться стала за две недели до ухода. Как будто бы чувствовала, да? Да, да я думаю, что она, скорее всего, уже чувствовала, что она уходит. Вот смотри, вот в этих твоих историях сейчас, да, в данный момент, на самом деле очень много вот таких прямо, знаешь, линейных моментов, которые я хочу, чтобы мы сегодня разобрали. Я к этому тоже, что... Готова. Я вчера просто поняла, что всё моё образование как-то нигде вот эту тему не вытащило. Удивительно. Я тебе очень признательна, что ты её поднимаешь. Потому что внутри-то нас... Ведь когда уже ушли люди, мы же потом, да, а вот можно было ведь её перевести раньше, а может быть, она бы прожила ещё подольше. Не могу сказать, что это уж прямо такое чувство вины, но это всё равно вот остаётся таким хвостиком. Да, потому что на самом деле всё, что мы сейчас делаем для своих стареющих родителей, да, это мы больше делаем для себя, для того, чтобы потом, подходя к зеркалу, смотреть на себя и говорить, ну, вообще я так-то или молодец, или не молодец. Ну, может быть, не давать какую-то оценочную характеристику, а просто быть в гармонии с самим собой, да? Самое интересное, что наши родители, они нам это в своё время позволяют и подталкивают к этому. Они о нас и тогда заботятся, когда говорят, вот ты знаешь, я тут всё приготовила, вот всё есть, вот тут вот такие вот денежки всегда лежат, я их не трогаю, а вот тут вот такие вот вещи. Ведь они заботятся опять о нас, чтобы мы там вот схватившись за голову не бегали... То есть даже здесь про любое, да? Даже здесь, да. Так нам-то только сказать, да, мам, да замечательно, да, давай поговорим, давай ты мне всё расскажешь, я всё это поняла, всё это я усвоила, и успокоить их. У меня на это тогда ума не хватило, честно говоря, к сожалению. Ну вот поэтому мы сейчас делаем программу. У тебя есть уже такой опыт, да, я в книжках, конечно, пока начитана только в этой истории, но у меня есть клиентские запросы, когда реально приходишь, и люди приходят и говорят, что хочу принять там вот это стареющего, например, отца, хочу сделать так, чтобы не нарушать его границы, потому что вот мы об этом сейчас тоже с тобой поговорим. Смотри, испокон веков родители заботятся о детях, и мы как бы это принимаем как данность. Но когда мы видим вот эту немощность, болезнь или ещё что-то, и мы понимаем, что мы теперь должны быть вот в роли помогающих, и для нас это для большинства на самом деле, если вот так осознать, да, то есть вот эта значимая, важная фигура родителя вдруг меняется на фигуру ребёнка, а ты становишься на место родителя, и ты не всегда к этому бываешь готов. И вот здесь ещё же зависит от того, какие у тебя были отношения с родителями в жизни. А если там куча обид, а если там непроговорённость, ещё что-то, то это вообще может превратиться в семейную трагедию. Вот как быть человеку, который понимает, что у него есть проблемы с родителями, но теперь эти родители волей-неволей оказываются под твоей опекой? Ох, сложная очень штука, на мой взгляд. И если человек никогда об этом не задумывался, то слететь в какую-то месть, что ли, довольно легко. Кстати, на это я бы обратила внимание прежде всего людей, которые действительно рано уходят из-под родительского крыла. С одной стороны, замечательно, классно, здорово. Сепарация и всё то, к чему всегда призываем. А с другой стороны, нам ведь важно не просто уйти, а действительно сохранить отношения с родителями. Прежде всего, опять же, для себя в первую очередь. И когда мы вот хлопнув дверью, что называется, уходим, не стоит забывать, что вот её на атаку хлопнут, чтобы можно было вернуться. Да, не осознаётся. Но мне кажется, это немного процессом неосознавания. Также, когда мы не осознаём, мы же первый раз это проживаем. Так же, как растём. Ходить начинаем первый раз, говорить начинаем первый раз. Подростками сумасшедшими становимся в первый раз. Но жизнь так устроена, удивительно, что практически всё, весь опыт, который мы проживаем, с одной стороны, ну, две стороны одной медали, да, мы обязательно потом проживём этот опыт с другой стороны. Что происходит, когда у нас рождается ребёнок? Он начинает ходить, говорить, он становится подростком, и всё мы получаем только с другой стороны. С родителями, да, ведь картина та же самая. А вот это ведь мудрость, да, вот эта жизненная мудрость, когда ты, вот тебе был дан один урок, да, но вот тогда, если ты его первый раз не усвоила, усвоив второй. Ну, если бы всё так было просто. Я вот, я говорю, я сейчас, когда вот об этом всём задумываюсь, думаю, ну да, вот так. Вот этот даже не страх, в какой-то мере и страх тоже, опять же, я вчера вот и девочек спрашивала, что, ну, вот что это за чувство, когда вот родители начинают говорить о том, что вот я тут, ну, всё равно, я рано-поздно уйду, да, придётся принять в таком духе, или вот не забывайте то-то, и мы от этого там не надо. Раздражаемся, бежим. И тут, и с одной стороны, вроде какой-то кусочек страха, да, страха, что это когда-то произойдёт, а нам же не хочется всё равно. Какие бы ни были отношения, мы же не хочем, чтобы человек уходил. Даже его, ну, не совсем любя или там с обидами, всё равно есть вот эта связь, которая говорит, да нет, не надо. А потом страх смерти, вообще смерть ведь это, ну, вот, к сожалению, в нашей культуре, в отличие от восточной, всё-таки у нас смерть ещё не приняется до конца. Не принимается, да, да. Люди, которые принимают это как шаг, вот, так же, как ребёнок родился, он же до этого был вообще в других совершенно условиях, и вдруг он родился. То есть так же вот как переход далеко не каждый воспринимает. Я вчера с одной из своих подруг говорила, у которой это абсолютное принятие. Она недавно похоронила маму, и когда она ехала сюда на похороны, я её встречала с тем, что ей нужна поддержка, помощь. Она говорит, да, что, в общем, всё в порядке. Я знаю, что рано или поздно она бы ушла. Ну, вот так. Ну, это тоже, опять-таки, про глубину личности и осознание каких-то процессов, да? Это про некую зрелость в этом вопросе. А так как это вопрос, вот я прямо говорю, что у меня вот эти несколько дней, когда ты сказала, у меня как-то вообще вдруг, вот он вдруг для меня этот вопрос был. Несмотря на то, что я сама уже не готовлю, но тем не менее так, да, я понимаю, что рано или поздно. И что это расстояние уже значительно меньше по сравнению со своими детьми. И мне вроде бы уже и детей надо как-то. Когда этот ковид начался, они очень перепугались. Я знаю, что у них просто дикая была паника, что, не дай бог, я заболею, у меня сложностей хватает, и что мне ни в коем случае нельзя это переходить. И когда я угодила в больницу, там, конечно, паника была жуткая. При этом, как я говорю, нормальные люди, как мне соседка одна попала, отец сказал, она говорит, а я вот, зная, что так тяжело и много проблем, и ковид я могу не перенести, она говорит, а я попрощалась со всеми. Я вот как-то умудрилась это сделать. У меня даже мысли не пришло. Хорошо, двигаемся дальше. Вот мне кажется, что, Валя, это именно тот период, когда уже взрослый ребёнок может пересмотреть своё отношение к родителям, когда вот ты можешь вдруг начинать выстраивать с родителями стареющими совсем на другом уровне отношения, прощая, отпуская обиды и, может быть, даже в чём-то признавая свою неправоту. Ты знаешь, вот я сейчас примеряю для себя. Скажи мне об этом раньше. Во-первых, у меня было чётко, у меня довольно активные родители, мама там вообще такой боевой человек была. Тут очень непростой вопрос, а позволят ли тебе ещё родители стать взрослее в этом вопросе, пока они сильные, пока они чувствуют вот эту силу. У меня папа до сих пор там что-то не так делаешь. А папа, ну, там, пытаясь что-то ему доказать, он, и вообще, я дольше тебя прожил, нечего со мной спорить. И вот это тоже искусство дать, да, вот этому стареющему родителю ощущение, что я уважаю тебя, я признаю в тебе мужчину, отца. Да, вот это прямо тоже. Вот этот баланс, это вот один из самых, на мой взгляд, сложных вопросов. Потому что с одной стороны, и с их стороны, со стороны родителя, и со стороны, ну, нас, скажем так, я пока ещё, нас, детей, потому что папа сказал, Бог уж. Вот эта грань, где, когда я всё-таки уже, ну, достаточно зрелый человек тоже, и, может быть, с позиции современности я вижу что-то больше, лучше, и могу сделать что-то, ну, более эффективно, что ли. Родителями не принимается только потому, что старше, опытнее и так далее. И я всегда в себе готов видеть только ребёнка. Да, да, а дети останутся детьми. Детьми, в любом, даже когда 60 плюс, да. В любом, мне когда-то мама сказала, она говорит, «Ты в 90 будешь для меня ребёнком». Я говорю, ну, и что она говорит? «Возьму ремень, выдеру, если будет что-то не так». Ну, вот, ну, в шутку, конечно, но тем не менее, вот это вот… Но, понимаешь, тут вот очень важно, с одной стороны, они где-то в чём-то беспомощны, ну, какая-то начинает проявляться беспомощность, или мы её видим как беспомощность с позиции нашей, с позиции сегодняшнего времени, да. Ну, допустим, это же владение всей вот сейчас современной техникой, да. Вот, естественно, что они дольше там не могут и так далее. И вот опять же, это вот когда это действительно слабость, и им нужно незаметно помочь, не акцентируя внимание на том, что ты это, несмотря на свой опыт, ты это не можешь, не знаешь, у тебя не получится или не получается. То есть сделать так, чтобы подчеркнуть, что это я между делом… Вот детям этой мудрости, наверное, не хватает. Ну, я считаю, что про себя иногда. Я говорю, что проще сказать «пап, да не так» и сделать как-то по-своему. А это может обидеть. Это может кого-то… А это не то, что может… Это всегда почти обижает. И обижает как раз потому, что ему-то… Понимаешь, это нам, мы-то в рост, мы-то крылья расправляем, что мы такие умные и значимые, а ему надо признать, что я что-то не могу. Это цирнее всего. А если это ещё мужчина? Поэтому до последнего, да, как говорится, вздоха нужно давать родителям ощущение, что ты можешь, если что, я рядом. У тебя получится, смотри, у нас вон, да, целая, огромная семья, да, запроси помощь, если вдруг, ну как бы, да, мы же все такие, иногда нам нужна эта, бывает, помощь. Эти вещи надо проговорить. Что у тебя есть своя территория, у тебя есть своя, например, там, да, своё место вот за этим столом, да, что ты вот часть нашей вот этой семьи, и мы всегда тебя слышим, видим и готовы быть рядом. Знаешь, я к чему пришла, что не надо бояться, знаешь, какой вещи, то, что было раньше и в наших семьях, в культуре нашей, то, что сейчас до сих пор молодцы сохраняют другие республики, я имею в виду вот южные республики, даже Башкирия, Татарстан, где-то вот этих семейных ценностей, они, ну, мы отличаемся от них, мы проще как-то стали к этому относиться. Вот это вот, если папа живёт со мной, он то вот сестра-то со мной живёт, если вот он приезжает, живёт со мной, то вот эта комната, это вот его нет, она стоит и ждёт его. Если он приехал, всё, за столом вот это его место, и мы не сядем за стол, если папа не сядем. То есть вот поддерживать эту его значимость... Да, и вот это, да, ощущение иерархии, да, что вот ты для нас старший. Если мы будем поддерживать, что ты всегда всё равно мудрее нас, даже если он уже беспомощен, даже у него есть с памятью проблемы, даже если он что-то иногда путает, вот, но всё-таки вот это сохранять, нам легче будет на самом деле принимать. Мало того, для меня вот это прямо очень важный пункт, Валя, да, что мои дети видят, как я отношусь к своим родителям, потому что я знаю, что я рано или поздно займу место, да, своих родителей, и у них хотя бы уже есть, ну, как бы сценарий, пример, как это можно было проживать. Это точно вот задавание, наверное, вот этой формата вот этого. Другое дело, что смотри, мы уезжаем из семьи, вот опять же, то есть я давно не живу, и с одной стороны практически мы теряем вот эту связь. То есть нет, у нас связь есть, но мы приехали там раз в год, два в год. Просто, знаешь, форма связи и глубина разная. Вот сейчас мы тоже, я хочу вот этот момент проговорить. Вот действительно у каждого ребёнка в семье своя роль. И некоторые родители прямо выбирают, сами говорят, я бы хотела уходить там, да, или старость встретить там, например, вот с Валей там, да, или там с сыном, понимаешь, да. И вот тут ведь тоже очень важно справиться со своими чувствами. А почему, мама, ты не меня выбрала, да, или там папа, а почему вот потом дальше вот очень часто поднимаются вопросы, да, когда, например, у тебя, например, доживают родители, да, а ты там тратишь деньги на лекарства, там, на сиделок, может быть, там ещё на что-то, да. И вот тут возникают опять уже трения на другом уровне между сёстрами и братьями, когда там кажется, что, ну, вот все расходы почему-то несёшь ты, да. Вот как вот эту ситуацию можно разрулить таким образом, чтобы у тебя ещё не нарушились отношения и с твоими другими родственниками? Ну вот ты знаешь, я тоже вчера об этом подумала. К счастью, я не столкнулась ни в своих отношениях, вот у меня есть сестра, и не столкнулась вот в окружении, у меня вот подруга, которая недавно мою маму похоронила, там три дочери, которые спокойно разрулили. То есть какая-то такая непроговорённая какое-то такое ощущение, или же всё-таки надо садиться за этот семейный совет и обговаривать это? В идеале, конечно, сесть и поговорить. Ну, ты знаешь, по-моему, я вчера вот стала думать, да, где вот это вот, кто запустил этот процесс, что это довольно, ну, цивилизованно, скажем так, заботливо друг о друге это происходило. Это в своё время родители заложили. Во-первых, когда родители говорят, да, я хочу жить с чем-то, вот это надо принимать просто как факт детям, по той простой причине, что они имеют право выбирать. Вот, да, ему комфортнее или ей комфортнее вот с этой дочкой. Это его выбор, и поэтому мы принимаем... Чаще всего, конечно, ну, опять же, вот, кто мои знакомые, они просто объяснили, да, ты знаешь, вот будет лучше. Ещё вот есть одни знакомые, когда папа сказал, сын и дочь есть, он говорит, он, мы не знаем, слава богу, они живы, но он считает, что он, скорее всего, уйдёт раньше, предполагает так, и он говорит, мне бы хотелось, что вот маму потом дочка забрала, и сыну сказал, что давай так, вот там, видимо, бабушкина квартира или ты какие-то деньги, давай мы вот поможем сестре, чтобы у неё была побольше квартир, чтобы у неё потом была возможность маму забрать. А ты вот, вот, как бы вот так. То есть они сели и об этом обговорили, что как, что удобнее, что выгоднее, как и позаботиться о том человеке, который, допустим, потом возьмёт на себя. Это груст на самом деле. Это хорошо, если человек, вот как мама моя, как хотела она, так и ушла, то есть она вдруг упала, и всё, и ушла из жизни. Была на ногах до последней минуты. А есть люди, которые лежат годами. И тут уже это совсем другой уход. Вот три девочки, которые, вот о которой одной, которые говорят, то да, там было, там у двух, в принципе, в жизни всё, ну, более-менее, и финансово всё сложилось неплохо. А мама жила как раз той, у которой вот так, трёхкомнатная квартира, которая принадлежит всем. И они не стали её делить, они сказали, сказали, всё. Во-первых, я ходила за мамой, и это вот. И её просто условия чуть хуже, чем у них. И они сказали, нет. Ну вот смотри, это тоже, да, вот момент, когда нужно сесть, договориться, принять, да, и, в общем-то, принять даже вот позицию родителей уходящего, да, и не превратить это всё в склоки и не превратить в очередную трагедию. Я думаю, что сейчас немножечко должно быть полегче как раз, потому что можно действительно и к психологам сходить, и юридически, да, много вопросов закрепить. Да, просто узнать хотя бы ещё варианты, потому что, к сожалению, большинство ошибок, как мне кажется, опять же, из того, что вижу, большинство ошибок от незнания. Просто вот кроме того, что вот так, кроме того, что продать квартиру и разделить, мы никак не можем. И в завершение, давай мы немножко там подведём итоги, да, что вот всей нашей сегодняшней темы, хотя тема, на самом деле, очень глубокая, и о ней можно говорить и говорить. Когда родители стареющие начинают говорить о своём уходе, о том, что вот какие-то собраны вещи, о том, где они хотят быть похоронены, каким образом, нам детям остаётся лишь только слышать, слушать, принимать это. Ну, в целом, да. И я думаю, что это будет поддержкой для родителей. Во-первых, спокойно это принять, сказать, да, я тебя слышу, запишу, понимаю. Может быть, спросить, хочешь ли ты ещё, кроме этого, что-то мне сказать. Потому что мы ведь, когда, они когда начинают говорить, я предполагаю, что я это сделаю. Когда говорить про то, в чём меня похоронить, это ведь не самое главное. Вопрос-то ведь, там ещё есть что сказать. Я думаю, что в это время родители хотели сказать ещё и что-то важное, ценное. В голове-то это есть, это всегда у всех есть, потому что ведь хочется что-то такое сказать ещё. Иногда это всего лишь только начало разговора, который может быть очень... И поэтому постарайтесь вот сесть и просто сказать, да, обнять, да, я слышу, да, конечно, я всё сделаю, как ты скажешь. И, возможно, вы услышите чуть больше, чем только про то, что в чём меня похоронить и где. Да, вот так... И это будет гораздо ценнее. Гораздо ценнее. И ещё помните о том, что вот этот период, который кажется очень многим сложным, что вот стареющие родители выбрали именно вас, чтобы вы сопроводили их в этом, ну, таком важном периоде жизни, это время для того, чтобы стать ближе, это время для того, чтобы больше, может быть, прочувствовать, прежде всего, самого себя узнать. И, конечно, проводить родителей таким образом, чтобы потом, когда их уже не будет, вы могли смело смотреть себе в глаза, когда подходите к зеркалу. Это была программа «Практическая психология». Сегодня мы поднимали тему, когда приходит время стать родителями для своих родителей. Валя, тебе огромное спасибо. Для меня это ценный очень разговор. Потому что я вот когда выбирала гостя, я думала, что вот именно с тобой мне бы хотелось об этом поговорить. И у нас сегодня это получилось. Спасибо. Валентина Околова, психолог модальности «Гештальт». Всем любви, здоровья и счастья. Удачи.